В ближайшие дни и недели многие жители Беларуси будут воспринимать колокольный звон не только как красивую мелодию, но и как призыв к молитве. Собственно говоря, при освящении колоколов, чине на их освящение, содержится прямое указание именно на эту функцию звонов. Его услышали и все присутствующие при освящении колокольного набора призвонницы храма преподобного Паисия Святогорца в Слуцке. Колоколасии небесным твоим благословением исполни, як водоглас извинения их услышавши, противные воздушные силы далечия от град верных твоих отступят. И вся вредная воздухозлорастворение всесильную и крепкую десницую прогонимо и удержано до утоляться, утихнут и отступят. Ныне то самое злорастворение воздухов, предоносное или моровое поветрие, бушующее практически во всех странах мира, коронавирусная инфекция. Помолиться о прекращении эпидемии, о Божьей милости к нам предлагает ныне Церковь всем жителям Беларуси. Вы слышали, что мы сейчас с вами произносили? Звон колокольный призывает людей встать на молитву. И мы на епархиальном собрании приняли решение звонить в колокола в 9 часов утра, в 12, в 3 часа дня и в 6 часов вечера. И все, кто услышит этот колокольный звон в эти часы, вставайте на молитву, кто бы ни был где. Патриарш Экзарх отметил, что на заседании Синода Беларусского Экзархата прозвучит предложение присоединиться к этой акции всем епархиям. В случае положительного решения архиереев ежедневно звон будет раздаваться на всем пространстве Белой Руси. От Гродно и Бреста на западе до Хотимска на востоке Могилевщины, восточнее Смоленска. В акции будут задействованы многие выпускники школы звонарей Беларусского Экзархата, ныне отделение звонарей Минского духовного училища. Богдан Березкин, руководитель этого единственного в Беларуси учебного проекта, посвященного искусству и передаче опыта колокольного звона, вспоминает пример Хотимска в контексте преодоления последствий катастрофы на АЧС. Во время Чернобыльской аварии в городском поселке Хотимск Архимандрит Кирилл просто попросил несколько человек дежурить в течение недели, звонить в колокола, пока авиация распыляла специальные там средства, чтобы радиация осаживалась. И вот когда мы едем, проводим фестиваль в Хотимске, на подъезде везде идет отселение, осторожно радиация, нежилая зона, нежилая зона. И в Хотимске воздух чистый, потому что где слышно был колокольный звон, средств радиации нет. Знаете, как есть такая фраза? Хотите верьте, хотите нет. Вот то же самое с колокольной волной колокола, с звуковой волной колокола. Богдан Березкин отмечает, что серьезными научными исследованиями звуковой волны колокола еще никто не занимался. Но первичные опыты открыли новые березонты исследований на стыке наук. Были исследования, пробовали исследовать звуковую волну колокола в Институте литосферы Академии наук СССР, это было в 80-е годы 20 века. Да, результаты были потрясающие. Больше 100 бактерий в течение 5 секунд погибало. Это я точно знаю, читал и руководил этим исследованием, экспериментом. Профессор, доктор медицинских наук, профессор Андрей Владимирович Гнездилов, академик Шапунов рассматривал звуковую волну колокола с точки зрения физики. Но опять же, еще раз повторюсь, нужно серьезное исследование и более обоснованное современным оборудованием, чтобы уже точно сказать, как быстро и сколько нужно звонить в колокола. Вот и все. В любом случае не стоит уповать, что колокольный звон автоматом истребит все вирусы и бактерии. Церковь напоминает о том, что звон лишь призыв к соборной молитве и просит всех верных чат присоединиться к ней. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин